Сертификация ЦТ абитуриенты смогут забирать с 14 июля за сдачу тестирования в резервные дни с 21 числа. При этом результаты с личными данными и количеством набранных баллов будут храниться в пунктах проведения по 31 декабря. Теоретически их можно использовать для поступления в следующем году, если не получится пройти по конкурсу в нынешней приемной кампании. Белжеде назначила дополнительные поезда в период праздника Купалья. Всего предусмотрено курсирование 30 составов региональных и межрегиональных линий из Могилева, Орши, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста, которые делают остановку на станции Копысь. График движения составлен с учетом времени начала и окончания концертной программы. Вся предстоящая неделя в Беларуси будет жаркой. В понедельник столбик термометра максимально поднимется до плюс 33. При таких погодных условиях высока вероятность тепловых ударов, а также обостряются сердечно-сосудистые болезни, учащаются случаи гибели людей на воде при купании. ГАИ призывает водителей по возможности отказаться от дальних поездок. В Бобруйске утонул 14-летний подросток. Он вместе с компанией из четырех человек пошел купаться на Березину. Отойдя от берега, несовершеннолетний оступился и ушел под воду. Дети испугались, пытались его искать, но не нашли. В МЧС и родным они не звонили. Бабушка утонувшего сообщила в милицию, что мальчика долго нет дома. Работникам УВД сверстники рассказали о ЧП. Тело спасатели обнаружили в 15 метрах от берега на глубине около 3 метров. Бобруйчанин разжигал печь бензином и был госпитализирован с ожогами рук и лица. ЧП произошло на новостанционной накануне в полшестого утра. Уничтожена крыша, повреждены перекрытия в доме, стены и имущество сарая. МЧС напоминает, по-прежнему основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем.